Расскажи про новую опцию. Новая опция, которая приобретена в Москве вместе с Ярославом Петровичем. Заходя в метро, электричку, торговый центр, снимать верхнюю одежду. И чувствовать себя налегке, свободной, неопределенной, дежелой одеждой. Это, наверное, возможно, как с Ярославом Петровичем. В общем, это очень приятно. Как вам нравится идея проекта 500 женщин в каждом населенной пункте? Так это чудесная идея. Единственное, времени не хватит. Даже 24 часа, 24 часа, 365, просто математически есть ограничения. Но она чудесна, потому что мы мужем. Объединяясь с женщинами по одному признаку. Чтобы мы, женщины, можем вместе налаживать сотрудничество и взаимодействие. Со всеми остановками в крови. Компания закончится вновлением и тесторская, беговая. Возникальные возможности поставлять информацию о себе в сети. Представь, что на этих креслах находятся люди. Они сменяют друг друга, проносятся миллионами и миллиарды. И им ты вещаешь. Что вы считаете? Объектив. 22? 22. Очень многие люди сейчас замечают синхронные моменты, глядя на нумерологические синхронности. Или совпадение номера дома с датой рождения. Или красивой датой, или красивым моментом времени, как сейчас 22-22. Это просто первый шаг к высокому образу мышления, к наблюдательности и к развитию синхронности. Дальше будет сложнее, интереснее. И когда вы будете отмечать несколько фокусов внимания, тогда вы сможете наблюдать еще больше моментов, которые будут показывать вам необходимости движения в том или ином направлении. Как будто бы все поле будет разговаривать с вами с помощью цифр, знаков, символов, образов, идей, которые будут вас вдохновлять и раскрывать вашу внутреннюю суть проявлений. Помните ли вы, что было 11 февраля 2023, 2022 или там 2018? Слушай, ну в принципе, твое предложение вести дневник. Любой человек, который ведет дневник, обучен на этой процедуре, отмотает ежедневник назад и точно тебе скажет, что было у этого числа. Ну, кроме того, чтобы вести дневник, нужно иметь матрицу создания, иметь систему быстрого воспоминания. То есть, если человек заполняет дневник каждый день, одна страничка за страничкой, то там очень сложно найти этот день, который мы ищем. А если использовать синхронограф, то тогда, получается, мы можем увидеть, где каждый день быстренько находится. То есть, он всегда в одном же месте. И это очень сильно упрощает и меняет количество времени на поиск, на анализ, на обращение. То есть, более удобная система. Конечно, более удобная система. Она позволяет тебе отцифровать всю пространство вокруг, связать во единой галактике и клетку, найти прообраз в развитии Вселенной, в женском организме. Да. Это же вы должны говорить. Ну, это говорит о том, что в поле моей мысли вы читаете глубину образов. То есть, не обязательно говорить всё. Главное, что у человека начинает работать мыслеформа, он начинает считывать глубину. То есть, сказано, одна глубина, а конь этот больше. А есть люди, которые читают книгу, но видят фильм. То есть, они не могут сочетать глубину от слова совсем. Поэтому сейчас уникальный шанс, уникальные возможности расширить свои горизонты понимания, глубину восприятия. Увидеть такие метки, галочки, ярлыки, которые будут раскрывать больше смысла. И как бы связывать между собой свои собственные события. Не просто они сами по себе там случаются. А нет, вот в это время, самое лучшее время, оно удивительное, яркое, интересное. Скажите, вы, находясь рядом с Ярославом Петровичем, можете констатировать, что сам лично Ярослав Петрович не стремится стать кандидатом и президентом? Речь идет о том, чтобы использовать политические процессы для продвижения и создания множества самовыдвиженцев кандидатов. Даже если эти выборы пройдут, как сейчас, внутри социальной сети, готовимся к новому выбору на базе блокчейна. Тысячи коллективов по 500 женщин в каждом населенном пункте. Ярослав Петрович ловит волну. Самое ценное – это сонастройки и синхронности момента. То есть сейчас мы все чувствуем те глобальные перемены, которые нас ждут в ближайшие два месяца. И поймать исторический момент и войти в турбулентное состояние потока осознанно – это высший пилотаж. Конечно, все пиарщики советуют это делать, но не у каждого это получается. Следующий остановка – это ответственно. И нужно обладать очень гибким мышлением. Поэтому сейчас момент года белого обертонного волшебника. И мы сейчас находимся в потоке поворота на 90 градусов. Все тоже будут на этой планете. И многие это ощущают. И, конечно, к марту, к апрелю мы придем к 9-й луне. И будет уже конечный результат того, что мы думаем, то, что мы мечтаем, о чем мы хотим. И наша коллективная мысль, она имеет определенный заряд энергии. И наши образы, которые мы транслируем, должны просто наполниться силой и коллективной энергии взаимодействия. То есть многие люди хотят одного и того же, но от того, что каждый думает, что он один и ничего не решает, это уничижает силу, энергии его размышлений. Чем больше вы будете признавать силу своей мысли, слов и действий и понимать, насколько вы лично каждый приятельный, а когда нас двое, трое, а еще там по 500 и тысячи в каждом городе, сила общего намерения, она многократно увеличивается. И самое сложное, это найти именно точки соприкосновения и общего, общих смыслов, которые объединяют людей. И здесь глобальная волна говорит о том, что следующая барвиха клиника доктора Купеева, где вы можете разместиться на площадке. и что там может быть на погружение на месяц, на три, на полгода, что там люди делают. У доктора Купеева два часа в день, а вот все остальное время, чем занятые? Расскажите о деятельности. Какой? Мысли глобальные, действия локальные. Обращение к Амиле Лазарь и иным. Поиск пространства, на котором может разместиться 25-40 человек. Бани, бассейн, охрана парковки. В районе Барвиха. 30-минутная пешая доступность под спортивным-оздоровительным комплексом. В поселку Барвиха. Там наполнено цельство, на которое вы отвечаете. Программа, в которой наполнится. Это та команда, о которой говорил Сергей Леонидович Соколов. Вполне возможно. Рассказывайте, чем там будет будет занято. Я не готова говорить о том, что будет делаться в центре клиники Купеева, потому что я там ни разу не была. И с рассказов Ярослава Петровича у меня будет выглядеть это очень неглубоко. А вот Ярослав Петрович рассказывает об этом с сознанием дела. Каждое слово у него имеет глубину. Если я не разбираюсь в вопросе, то лучше не пересказывать. Я бы предпочла... Хорошо, острота момента, выборы. Давайте так. Выборы. Такер Карлсон, 100 миллионов просмотров. Соответственно, взаимодействие с международной журналистикой. Вот в объектив ему в глаза смотри. Вот Такеру Карлсону вот прям туда говорит. Мировая сенсация. Я его посмотрел 100 миллионов, а мы предлагаем ему миллиард просмотров. Минимум. Сюда смотри. Мишка. Ну... Да. Тренируемся. Что говорить-то? Что сказать? Стреться с тобой-то, Нобелевский лауреат. Бывает, конечно, бывает. Ну а что еще говорить? Ты заявился на Нобелевку? Все остальное пока сложно рассказывать. Да, Нобелевский лауреат. Ну, это... Так и, ну, кажется, оно нужно будет разговаривать. Ну, журналисты, расскажем, как журналисты. В одну минуту, в одну минуту, чтобы он такой, да ладно. А давайте, можно у вас взять интервью? Ну, минимум часа на два. Вот этот разговор будет. Это называется 30-секундная продажа. Нет такого в моей деятельности. Понял? Нет. Нету 30-секундной продажи. Во-первых, это не является продажей на данный момент. Во-вторых, не надо это все... Раздоры. Все пространство вторит. Нет согласования по векторным целям. Ну, сначала надо договариваться, а потом снимать на камеру. Какая боржа с людьми, договариваться вообще. Вы сейчас, из какого состояния? С каким, с каким, это... Кто сейчас боржа? А кто ледокол? Я в какой-то мере ледокол. В какой-то мере вы иногда бываете ледокол. Да, друзья. Деревочки, прибавь в кадр, пожалуйста. Ты засыпаешь. Встреча с первым лицом. Ради чего? 22-33 уже. Оказывается, для чего? Встреча с первым лицом. Ну, а что, если полтенека... Все, стоп, снято. Нет, да? Нет. Надо на... Надо на... Натянуть с собой наглом. Осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка. Ромашева. После всего того, что у тебя было с Владимиром Владимировичем, ну, ты можешь смело смотреть в объектив. А у чего, у меня ничего не было? В смысле? Ты сейчас испортите репутацию? Ни в коем случае. Ты его сегодня слушал и смотрел. Это ничего не значит. Миллионы людей смотрят. Сто миллионов посмотрел это интервью. Даггер и Карл смотрят. Вот именно, да. Речь идет о том, что много зрителей с YouTube-канала писали в дирекцию журналистов о свободной энергетике и о вопросе времени в том числе. Если ты, Ноберский лауреат, не можешь сейчас, когда работает камера, сделать свое минутное сообщение мировому журналисту, я не знаю, как тебя дальше подвигать. Ну, просто придет время, и это будет естественно, и будет целая очередь журналистов, которые захотят снимать, рассказывать, встречаться и говорить об этом. Ну, у тебя есть свое видение пиару? То есть ты по-другому готовы быть с Виками, по-другому текст говорить, или что? Когда в другую студию идем, что делать? Когда сейчас твои подруги будут говорить, давит, давит, Ярослав. Давит, Давит, Ярослав. Да, мне не разделились на это садоводчество. Расскажи. О, кстати, расскажи. Одна из рубрик глобальной волны. Какая? Что это за рубрика? Скандалы, интрига, расследования. О, Боже, я так хотела избежать этого всего. Безупречная репутация. Безупречная репутация. Юлия Владимировна поставлена на карту. Большие противоречивые сведения о глобальной волне существуют. Да, неоднозначные, неоднозначные мнения. Но, тем не менее, наглость, резвость и неотступность Ярослава Петровича Имеет свой особый вес. Потому что некоторые вещи требуют именно постоянной, последовательной работы. Некоторые действия нельзя получить результат, если не делать несколько раз. Не напоминать, не после падения вставать. Поэтому, в этом, наверное, есть некое сходство. Что, несмотря на то, что никому не надо, несмотря на то, что никто не хочет, никто не замечает. Я все равно делаю свое дело, а Ярослав Петрович делает свое дело. В рамках стратегии Галактической Федерации. Да, в рамках стратегии Галактической Федерации. Ну, мы не знаем стратегию Галактической Федерации. Мы делаем все по ощущениям, по чувству, по внутреннему синхронному порядку, наблюдая за тем, что елкает, за тем, что вызывает вау-эффект, за тем, что очень хочется, за тем, что нравится, за тем, чем хочется делиться, вот, как хочется вдохновлять. И, соответственно... Вот сейчас проявите, пожалуйста, вдохновение. Окрылите Сергея Леонидовича Соколова, который дослушал до этого момента. И вот, кстати, Сергей Леонидович, вас слушатся, дома вас говорят. Сформировалось мнение, пожелание общественности, чтобы Сергей Леонидович обеспечить ему встречу и инициировать, встречу с первым лицом. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Либо нет, и как вы можете дать рекомендации? Мы как участники единого командного проекта. Ну, в данном случае я считаю, что это предложение как бы моими руками жажь загребать, вот, потому что на данный момент мне непонятно ни цель, ни рекомендации. Сейчас Ярослав Петрович делает мне больно. Ну, сжибает меня за ручку. Вообще, я, конечно, действуя в данной ситуации, считаю, что мы должны прийти к тому, чтобы не думая о том, кто является кем, что такое, что за прямой эфир в один год. Микрофон там, я приближаю, и беру крупный план твоих глаз. Да, 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 да. Да. И сережка заодно зафиксилась. Да, очень красивая сережка. В общем, мне кажется, что нам нужно прийти будет к такой мысли, что мы все едины. Не важно, Владимир Владимирович, Сергей Леонидович, Ярослав Петрович, Юлия Владимировна, важно, чтобы мы все понимали ценность каждого. Пришли к равенству, выровняли нищету, сохранили здоровье. Не выровняли, а ликвидировали. Ну, ликвидировали. Автономную энергетику позволяет ликвидировать. Ликвидировали нищету. Помогли... Голод. Голод. Бедность. Бедность. Выровняли бюджет, убрали... Обладание новой научной парадигмой позволяет увеличить ФВП страну в десятки раз, Юлия Владимировна. Эфир рулит. Конечно, конечно. Нам надо поднимать нравственную. Осторожно, двери закрываются. Осторожно. Следующая остановка, рабочий поселок. Работать арбайтом, арбайтом. Мы размечтали свободной энергетикой. Общество говорит, какой эфир? Вы сбрендили, вы сектанты, вы ненормальные. Вы в школе плохую учились, нет никакого эфира. Покажите эфир. Сто лет прошло, нет никаких устройств по эфиру. Ну, я думаю, что осталось не очень много дождаться до этого момента, когда старая парадигма знаний просто отомрет, потому что будет представлено новое. И все просто сразу скажут, о, вот это да. Ну, климатическое оружие, которое сейчас используется, это и есть то самое. Просто когда общество массово осознает, что это элементы климатического оружия, тогда поймешь, что это не только создано, а используется уже. Поэтому внедрение прорывных, закрывающих технологий в мирных целях. Для каждого земля нибудь. Надо менять сознание. Сознание человека может поменять, даже побороть климатическое оружие, может изменить полет самолетов, снарядов. То есть ни одна пуля не попадет в бойца, пока любимая женщина думает о нем. Может быть, это, конечно, звучит сейчас цинично или как бы не однозначно, но женщины обладают силой сохранения мира. И поэтому, чем больше мы будем уделять внимание женскому миру, женской безопасности, детям, вот если у мальчиков забрать ваши все игрушки, просто забрать ваши все игрушки, самолеты, вертолеты, перестать финансировать военную отрасль, чем вы будете заниматься? Никаких самолетов, телефонов, никакой техники. Вот просто не будет у вас техники. Что вы будете делать? Нам же есть чем заняться. Вот нам, да, нам есть чем заняться. А мы вот всякой, вот везде. Как говорится, сначала самолет, ну а девушки потом. Давайте поменяем приоритеты. Давайте волчок перевернется, и будем заниматься женщинами и детьми. А все эти цифровые технологии, компьютерные технологии... Девушки, девушки, заниматься над девушкой. Я Ростов Петрович правильно не делаю. Уловил тренд космической энергии, поймал поэкс. Ну, не только девушки у нас. Все, любого возраста женщины... Девушки это женские энергии имеется в виду. Да. Космические сестры. Да. Матерями, детьми, девочками, то есть всем. Это не говорит о том, что мальчиками не надо заниматься. Ну, просто понимая ценность женского мира, насколько женщины стабилизируют, сохраняют, удерживают, рожают, кормят, оберегают. Сколько женщины делают... Выхаживают. Выхаживают. Какую нагрузку создают мужчины и женщины своей грубостью, наглостью, агрессией, вожделением, истолковостью, цинизмом, безнравственностью, алкоголем, сигаретами и всем остальным. Поэтому давайте будем менять свою нравственную часть, выходить на чистоту сознания, и тогда все остальные... Это будут огромные последствия, это будет эффект домино, что сохраняя свой разум в чистоте, не надо будет ничего делить, не надо будет ни с кем чего-то бояться. Если каждый будет заботиться о каждом, создавать условия для качественной, счастливой жизни, вдохновляясь высокими смыслами, занимаясь творчеством, проявляя себя в любом деле как творец, как гений, мне кажется, что в этом есть... Да, и это становится возможным, с автономной эфирной энергетикой. И тогда сказка, которую вы желаете, становится реальностью. И без игрушек, без самолетов, и воин человечество не совершило бы за такой короткий период, такое развитие. Надо увидеть, что это замысел создателей. Сейчас, в самом исторический момент, станем ли мы единой, разумной мэра сетью? Да если бы женщин не было, вы бы уже все друг друга поубивали бы. Вы и рожать не умеете, поэтому воспроизводиться не умеете. Вы же машины эти не можете воссоздавать. Поэтому не надо кичиться тем, что есть вот эта реальность, которая убивает, уничтожает, конкурирует и не дает развиваться живому и красивому. Землю уничтожают и леса, и воду, и воздух. Все что-то, все нечем заняться. Поэтому. Какие цели и задачи? Цели и задачи восстанавливать на сферу, создавать сады будущего. У Кассаер Гуэллиса есть целый список на асферном движении. Там описаны определенные шаги. Давайте запишем их. Давайте запишем это в следующий раз. Вы вообще не бережете мой голос. На холоде, без воды, раздетая. 22.46. 10.30 уже на съемку. Да, в 10.30 уже. Вот тут, да, съемки в каждый момент. На всей эстации, до революционного вокзала. Слушай, а почему ты сейчас в Идустом не пешком идешь, а на электричке едешь? Пошла бы пешком. Ну и телепортировалась бы. Вообще вот круто. Как Кассе ваш это рассказывал. Телепортация. Ну, потому что сознание тех, кто рядом, находится вот на таком вот уровне. То есть ты нашла виноватого, ты жертва. А вы хотели меня вогнать чувство вины, что ли, оправдываться? Нет. Вы задали вопрос. Почему ты пешком не идешь, а ешь на электричке? Потому что на данный момент у вас уровень сознания окружающий. Я что, оправдываю, что я животное, потому что вокруг уровень сознания животное? Вообще, про вас подогреться не было, правильно? Нет, я вообще... Ну, не вы же тут делали эту электричку. Принимал участие в этом. Вагонстроительный завод Тверской. Ну все, прекрасно. Спасибо большое за электричку. Могла и в Усово не попасть. Ну, просто без вертолетов и танков не было бы электрички. Вот нежелание женщины понять вот эту причину соцсвязи, а вкидывать некий ложный тезис, как ты сегодня слышал, ученый, исходим из того, что был большой взрыв. У тебя животное смех надрывается, а он всю концепцию строил. Ну, правильно, еще бы он тут начал говорить о том, что предположим, в календаре 6 месяцев по 30 дней и 6 месяцев по 31, и продолжает на этом стоять и строить всю концепцию. Ну, разве это не смешно? Ну, вообще. И все концепции научные базируются на таких допущениях, которые являются допущением, а не глубинным доказанным фактом. А потом уже отсюда выстраиваются аксиомы. Ну, и приходится быть в позиции, а король-то голый, ну, а все такие, о-о-о, могущество, непререкаемо, удивительно, и все такое. Столб сняты. Не... Не... Не...